Субтитры создавал DimaTorzok Почему Российская Академия Российская наука находится в отчаянном положении. Сегодня мы слышали много цифр. У меня есть гипотеза, что на самом деле ситуация еще тяжелее, чем нам говорят эти цифры. И вот моя гипотеза основана на том, что нету серьезной оценки, основанной на экспертизе, на peer review внутри вузовского сообщества, внутри Российской Академии наук. И любая боязнь критики всегда, конечно, наталкивает на мысли, что что-то в датском королевстве неладно. Вот Сергей Владимирович нам пришел и на критические замечания отвечал. А вот здесь есть много людей, которые видели нашу несчастную телепередачу, когда на любые вопросы уважаемые академики говорили «ты мерзайца жулик». И это сразу наталкивает на мысли, что может быть не было на самом деле серьезной экспертизы того, какие институты работают лучше, какие хуже, какие лаборатории работают лучше или хуже. В отдельных дисциплинах это есть, в отдельных институтах это есть, даже в отделениях Российской Академии наук это есть на уровне отделений. Но в целом мы на самом деле до конца не представляем себе, что происходит в Российской Академии наук. При этом там очень много хороших людей, очень много выдающихся ученых, но в целом что происходит в Российской науке мы до конца не понимаем. И здесь как раз участие диаспоры, как бы мы ее ни называли, могло бы быть фантастически важным. Я вам сразу скажу, что этот пункт не является в России консенсусным. Вот мы с вами тут сидим и говорим «английский язык – международный язык науки». Ну у нас тут консенсус. Уже в Российской Академии наук есть сомнения. Или мы говорим «внешняя оценка – это полезная вещь». Я много раз слышал от наших российских коллег то, что это унизительно привлекать каких-то внешних экспертов для оценки такой великой организации, как Российская Академия наук. И это я слышал в том числе от самых прогрессивных уважаемых академиков. Почему важно привлекать российскую научную диаспору? Наверное, в этом зале все знают, что российская наука – это очень важный феномен в мире. Но вообще говоря, есть страны, у которых нет своей науки. Более того, эти страны живут не так плохо. С мировой точки зрения хотел бы сказать, что я считаю, что российская наука должна существовать. Существовать – это фантастически важная для всего мира часть жизни. И связано это в том числе и с моей повседневной деятельностью. Я руковожу вузом. Я вижу молодых людей. Я считаю, что если мы будем идти туда, куда мы идем сейчас, то мы лишим их того, чего могли бы им дать. Очень много детей, очень много школьников и студентов не получат того, что они могли бы получить, если у нас не будет науки, исследовательских университетов, хороших школ. Как в анекдоте говорится, все, что мы руками делаем, у нас так себе, а вот дети у нас хорошие. И я вот как руководитель вуза заявляю вам, что это правда. И поэтому я считаю, что у нас действительно много потенциально талантливых людей. И будет ужасно, если у нас не будет исследовательских университетов, науки, будь она в вузах или в Академии наук, где бы не располагалась аспирантура. Мне кажется, что это будет ужасно. А идем мы пока не в очень правильном направлении. Наверное, есть много людей, которые со мной не согласятся, но мы в российской экономической школе, у нас магистратуру, мы набираем студентов из самых лучших математических, физических, инженерных факультетов страны. И с каждым годом мы видим, что качество их падает. Причем падает не в том смысле, что они там хуже или лучше решают экономические задачки, а в том, что они все хуже умеют брать интегралы и считать производные. И, наверное, если бы они работали в банке, где большинство выпускников МИХМАТа работает, то это было бы не так важно. Но для нас, экономистов, это важно, что они берут или не берут производные интегралы. Поэтому ситуация на самом деле плохая. Можно ли что-то сделать? Вот сегодня мы много жаловались на то, что здесь есть налоги, здесь есть легальные ограничения. Ну, в принципе, все можно сделать. И вот сегодня говорили про программу молекулярно-клеточной биологии. Ну, она в Российской Академии Наук. Все структуры устроены так, чтобы этой программы не существовало. Но она существует. Она работает не так хорошо, как она работала, если бы ее перенести в Сент-Луис, я не знаю, или на Восточный или на Западное побережье. Вот. Но работает. И все это можно сделать. Исследовательские университеты, такие как Европейский университет, Санкт-Петербург или Российская экономическая школа, не государственные университеты, в принципе, тоже не должны были бы существовать в России. Но существует. И, опять-таки, все законы, вот Светлана ушла, да, все законы и налоги против того, чтобы это работало, чтобы мы нанимали на международном рынке труда, оценивали наших профессоров по тем же критериям, по которым их оценивают на Западном и Восточном побережье, чтобы вознаграждали их именно за публикацию в международных журналах. Вроде бы, опять-таки, все против. Но, на самом деле, все можно делать, причем можно делать по закону. Да, это обходится дороже, да, это намного труднее, чем в нормальной академической среде, но, тем не менее, это можно сделать. И почему все-таки этого не происходит? Потому что все стимулы построены так, чтобы это было невозможно. Никому это не выгодно. Есть действительно огромная группа интересов, о ней говорил Константин и многие другие. Которые не заинтересованы ни в критике, ни в конкуренции, ни в изменениях. И это связано не только с тем, что какие-то конкретные люди охраняют какие-то конкретные деньги. Это связано с обычным нежеланием посмотреть в глаза реальности. Это происходит у нас не только в науке. Большинство российских избирателей хотят жить в великой стране. Часть этого величия в том, что у нас есть ядерное оружие, балет и наука, и шахматы. И признать, что наша наука не такая великая, как раньше, или просто не такая великая, это на самом деле серьезный удар по национальному самосознанию. И никто не хочет посмотреть реальность в глаза. В экономике все гораздо проще. Если у вас кончились деньги, то вы это заметите. Вам не будут вечно давать займы. В науке, как выяснилось, можно отгородиться от конкуренции, сказать, англоязычные журналы нечестные, там засели какие-то враги, не позволяют нам там публиковаться. Ну и хорошо, потому что наших секретов они не узнают. И поэтому мы будем в области, когда я говорю в области, я сейчас говорю про географическую область, в области Х у нас будет свой журнал, свой диссертационный совет, свои выпускники, своя научная школа. В области И будет своя научная школа. И эти научные школы друг с другом разговаривать не будут, ну и ладно. Каждый доктор наук. Единственная есть проблема в том, что, конечно, потом непонятно, почему действительно мы не являемся конкурентоспособными. Вот. И вот с этой точки зрения, конечно, мы находимся в тяжелой ситуации именно потому, что мы не хотим признавать проблему. Пока мы не признаем проблему, мы не начнем ее решать. Как только мы начнем решать проблему, дальше действительно все понятно. Вот здесь сидят много людей, которые знают, как все устроено в других странах. Конечно, диаспора должна частично возвращаться, частично возвращаться в фулл-тайм, частично возвращаться в парт-тайм, участвовать в экспертизе, потому что именно диаспора может предоставить внешнюю экспертизу мирового класса. И все это можно будет сделать. Но пока, к сожалению, у нас нет для этого стимула. И тем не менее движение идет. Вот, скажем, мы разговаривали с Андреем Александровичем Фурсенко в 2005 году по поводу создания фонда возвращения российских ученых. Чтобы как в Израиле, в Китае или в Индии был фонд, который бы финансировал частичное или полное возвращение ученых из диаспоры в Россию. И тогда это казалось невозможным, потому что тогда он сказал, что российские ученые не позволят нам этого сделать. Потому что у нас есть свои хорошие ученые, чужие нам не нужны, пусть они там сидят, куда они уехали за длинным рублем, продали родину. Их только хотят вернуться, когда у них там жареным запахнет, кризис начнется, они захотят вернуться. Вот, такая риторика до сих пор существует, но она уже не является политически доминирующей. Мы видим элемент в 2008 году, было объявлено об элементе 1.5, о котором Сергей говорил. Сейчас есть эти гранты. Проблема, конечно, в том, что их мало, движение это очень медленно. И может быть, когда мы дойдем, куда надо, уже будет поздно. Но, тем не менее, мы, мне кажется, стараемся идти. И самое главное, это рассказать, и люди, которые здесь сидят, должны рассказать своим коллегам, что ситуация на самом деле хуже, чем кажется, что нужны быстрые и отчаянные шаги. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сергей. Сергей Ландо, деканк факультета математики высшей школы экономики. Спасибо, да. Слышно? Да. Спасибо. Я сначала хотел бы отнестись к выступлению моего научного руководителя Александра Михайловича Виноградова и сказать, что хотя у меня нет оснований относить себя к диаспоре, но у меня есть основания считать себя свободным человеком. И я хотел сказать... Я не сказал, что стол не кратится. Я понимаю, да. Я хотел сказать, что помимо того, что я являюсь деканом факультета математики в высшей школе экономики, я еще работаю в независимом Московском университете. Начал я работать там до основания этого университета. И поэтому, значит, в течение 20 лет имею какой-то опыт научной работы в России, в том числе научного взаимодействия с диаспорой. И по результатам этого опыта хотелось бы сказать, что не работает. Не работают такие вещи. Вот мы приходим и говорим, мы хотим сделать то-то, то-то и то-то, дайте нам на это деньги. Что работает? Мы делаем то-то, то-то и то-то. Затем мы идем к Дмитрию Борисовичу Зимину и говорим, мы сделали вот это, мы будем делать это. Если вы дадите нам на это деньги, то нам будет делать это легче. Но делать это мы будем вне зависимости от того, дадите вы нам на это деньги или нет. И это работает. Это работает, приходит, скажем, Пьер Делинь, говорит, я вижу, как вы 10 лет работаете, вот я тут недавно получил большую научную премию, я бы хотел половину ее отдать на организацию конкурса для молодых математиков. И этот конкурс там 5 лет уже существует. И экспертиза в нем абсолютно четкая, чистая, международная. Тут сидят члены жюри этого конкурса, они это знают. Работает, некоторые вещи работают. Теперь я буду говорить банальности. Значит, во-первых, российская наука нуждается в сотрудничестве, западная наука нуждается в сотрудничестве с Диаспорой. Во-вторых, это сотрудничество возможно. В-третьих, во всяком случае, в науках дешевых, это сотрудничество возможно без участия государства или при минимальном участии последнего. Причем, чем больше участия государства, тем больше это сотрудничество затруднено. Главным направлением, возможным и предпочтительным направлением сотрудничества мне представляется воспитание молодого поколения исследователей. Вот российская наука чрезвычайно сузилась сейчас, сузилась тематически. И то, что мы можем делать в своих областях, мы это все-таки делаем и стараемся как-то поддерживать. Но имеются целые огромные области, в которых специалистов нет, и в которых просто... про которые молодым людям неоткуда узнать. Во-вторых, столицы, Москва, Питер, имеют достаточно сил, хотя сил этих стало меньше, но и взаимодействие с диаспорой гораздо более интенсивное. Есть возможности для выживания, есть возможности для работы, даже для какого-то развития. В гораздо более трудном положении находятся города не столичные. Там множество молодых ребят, которые могли бы и хотели бы заниматься наукой, но они оторваны даже от малейших таких возможных проявлений. Что можно было бы сделать? Или, по крайней мере, попробовать сделать? Здесь я уже перехожу в область чистых фантазий. Хотелось бы до этих ребят достучаться. За счет чего... Во-первых, в подготовке специалистов роль диаспоры трудно переоценить. Она не компенсируется возможным сотрудничеством с иностранными учеными просто по причине языка. Российская диаспора говорит на том же самом языке, и ей легче стать менторами, легче стать лидерами для российской молодежи. Понятно более или менее, что период таких кусочных случайных взаимодействий, он должен подходить к концу, так многого не сделаешь. Нужен какой-то институт для реализации такого взаимодействия. Но каким должен быть этот институт? Это вопрос крайне сложный, и простого ответа на него, я думаю, нет. В частности, потому что любой институт требует решения совершенно принципиальных проблем вроде отсрочки от армии, вроде государственного диплома, вроде общежития и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду здесь все перечислить. Не исключено, что часть этих проблем, и значительную часть, можно решить за счет уже существующих институтов. И в этом случае вот этот новый институт должен быть виртуальным. Виртуальным в самых разных смыслах. Например, было бы интересно попробовать создать банк видеокурсов. Не исключено, что в ближайшие годы произойдут такие технологические изменения, которые позволят вести дистанционное обучение на уровне приближенном к обучению реальному. Пока еще до этого вроде бы далеко, но исключать этого совсем нельзя. Может быть, нужно двигаться в этом направлении. И вот в направлении создания такого виртуального университета я кончил. Спасибо. А теперь Игорь Ефимов, факультет биомедицинской инженерии, Вашингтонский университет в Сент-Луисе. Спасибо. Ну вот я наконец начну говорить о том, о чем так долго говорили большевики. Араса. Ну и в том числе. Вообще, этот круглый стол был озаглавлен проблемой легитимизации отношений и форм сотрудничества научной диаспоры и так далее. Я пока был первый в ряде наших выступающих, кто, собственно, представляет эту диаспору. Хотя я, конечно же, не был полномочен выступать от имени и по поручению диаспоры. За те 20 лет, что я прожил в Америке, почти 20 лет, мы много-много раз пытались создать какие-то ассоциации, очень разные. И, в общем, я натолкнулся на такое грустное наблюдение, что, к сожалению, диаспора очень атомизирована. Она совершенно не желает вступать ни в какие добровольные организации. Тем не менее, последние 7-8 лет наметился некий перелом. И я счастлив доложить, что мы таки создали несколько ассоциаций. И также отвечаю, что расы не являются политбюро диаспоры, как некоторые, в общем, почему-то ложно представляют. Я лично состою, по-моему, в четырех разных организациях. Вот так получилось. Одна организация – это был клуб выпускников МФТИ. То есть мы просто вот скинулись и платили стипендии студентам за свой счет и своего кармана. Другая ассоциация – это была Russian American Medical Association. Она, в принципе, не была. Она есть очень активно работающие. В основном это врачи, русскоязычные врачи в Америке, которые очень активно помогают в своих собственных родных городах. Они ездят в Кемерово, в Ленинград, в Санкт-Петербург. В Ростов-на-Дону. И они просто лечат детей бесплатно, проводят операции сразу на многих пациентах. Причем такие операции, которые, к сожалению, в России нет специалистов, такие операции проводить. Они также предоставляют возможность российским врачам обучаться на самом современном оборудовании в Америке, в Германии и так далее. И, наконец, раса. Раса – это относительно маленькая организация. У нас всего порядка, по-моему, на последний раз я проверял около 200 членов. Это совершенно добровольная организация. И вот, так сказать, у нас есть, видите, веб-сайт, думаем по-русски, причем можно по-разному. Спеллинг сделать с черточками, без черточек должно работать. Вот у нас такой список, наш Mission Statement. Он обязателен при регистрации организации, как добровольный, non-for-profit организации на Западе. Так как наша организация международная, она зарегистрирована одновременно в Европе и в Америке. У нас поэтому есть два отделения, и они финансово независимые. То есть мы должны посылать налоговую декларацию в американские соответствующие органы и во французские. Вот вы можете прочитать наш Mission Statement. Как вы видите, помощь российской науке, на самом деле, не является нашей целью. Наша цель, в общем-то, наши личные дела. То есть мы хотим встречаться, обмениваться опытом, помогать студентам, помогать молодым профессорам, которые живут в Америке. И вот это, собственно, наша основная цель как организация. Но большинство членов нашей ассоциации, тем не менее, очень заинтересованы в связи со своими Alma Mater, со своими бывшими университетами, институтами, где они работали. Поэтому, конечно же, подавляющее большинство постоянно ездит в Россию, постоянно участвует в конференциях, семинарах. К нам приезжают студенты. У меня уже было несколько человек в лаборатории из Казани, из Самары и так далее. Вот наш веб-сайт, приглашаю вас посмотреть на него, опять же, думаем по-русски. Вот наша структура. Многие, наверное, здесь из Санкт-Петербурга могут узнать Вячеслава Сафарова, который выходец из местного физтеха, который был директором крупного института по нанотехнологиям в Марселе. Недавно он вышел на пенсию. И поэтому у него больше времени, чем у остальных. Он занимается очень активной организацией. Борис Чичков, он из МФТИ, из другого физтеха, который под Москвой, долгопрудным. Он является директором института по нанотехнологиям. Поэтому у нас большинство нанотехнологов. Он отвечает за наше европейское отделение. Ну и я отвечаю за наше американское отделение. Вы видите также список международного комитета. Все это есть на интернете, вы можете посмотреть. Вот как ассоциация зарегистрирована во Франции. И вот как она зарегистрирована в Америке. То есть это все сделано с полным соблюдением закона тех стран, где это зарегистрировано. А в России у нас нет представительства. Мы никак не представлены с юридической точки зрения в России. Значит, одна из основных активностей, которую мы на самом деле рассматриваем, очень важная для нас, это проведение наших собственных конференций, которые мы проводим на свои деньги, своего кармана. Нигде никто нам не дает денег. На свои членские износы. Они были в основном сосредоточены, как вы видите, на нанотехнологиях. Просто исторически так получилось. Проводились в основном во Франции, рядом с тем местом, где живет Вячеслав Сафаров. Вот тут некие картинки есть. Можете посмотреть на интернете. Последние полтора-два года наметился диалог между нашей организацией и различными организациями в России. Почему? Потому что в самом деле большинство наших членов являются, например, специалистами высочайшего класса в нанотехнологиях, таких как Вячеслав Сафаров, Борис Чичков. Глеб Сухоруков из Лондона, молодой человек, которого херш-индекс уже 55. Эти люди являются в том числе экспертами, которые проводят экспертизу, например, заявок в Роснано-корпорацию. Недавно была встреча организована в Цюрихе, в которой, в общем, было довольно подробно обсуждаемо взаимодействие нашей организации с Роснано. Также мы проводим региональные конференции, которые нам очень интересны, потому что, отвечая, следуя предыдущему оратору, мы тоже нашли для себя, в общем, более плодотворные встречи в провинции, чем в Москве. В Санкт-Петербурге у нас пока не было, к сожалению, много контактов. В провинции, в самом деле, такая талантливая молодежь, у которой очень немного возможностей для занятия наукой. И вот мы ездили, как вы видите, в Ханты-Мансийск, к сожалению, там немного слайд поехал, и в Томск недавно. Мы планируем также скорую поездку в Белгород. Кроме того, я должен сказать, что ассоциаций много. Ни одна из ассоциаций в Америке или в Европе не представляет всю диаспору. Они все достаточно небольшие. Ну, вот там есть список, например, как вы видите. Это как раз было по кальке сделано от РАМа. Там есть ассоциация донтистов и медсестер и так далее, и так далее. То есть, в принципе, эта активность по самоорганизации сейчас нарастает, и мы будем только рады, если еще возникнут и другие ассоциации. Таким образом, принципы нашей взаимодействия изложены здесь. Мы являемся, я бы не сказал, принципиальными, но все-таки противниками писания писем в газеты. То есть, я лично вот и пишу, я колумнист в газете.ру, мне стало интересно писать языком, понятным всем. И это мое личное мнение. Но как ассоциация мы не делаем этого. Вот как вы видите, мы не навязываем своих советов, рекомендаций относительно процессов научной реорганизации в России. Потому что мы не знаем, на самом деле, что сейчас в России происходит в деталях. Но если наш совет спрашивает, мы с радостью его предоставляем. В частности, мы рецензируем заявки. Я, например, также являюсь экспертом Мирового банка. Я рецензировал несколько раз региональные программы развития университетов в нескольких регионах России. И, в общем, в различных других формах мы также принимаем участие в экспертной оценке. Вот я уже упомянул, что мы участвуем в экспертной оценке в различных программах, не только программах 1.5. И просто хочу показать, что на самом деле наше влияние сильно преувеличено. Как вы видите, цифры на самом деле достаточно маленькие. Мы отнюдь не являемся каким-то политбюро, которое решает, как эти гранты делятся. Мы провели экспертизу всего лишь нескольких, на самом деле, как видите, 15 проектов в первом году и 22 заявки в следующем году. То есть это достаточно небольшой вклад. Мы хотели бы сами внести гораздо больший вклад. Но, к сожалению, те заявки, которые нам предоставили для экспертизы, мы не нашли просто экспертов в этой конкретно данной области, в которой заявка была написана. Но мы, естественно, планируем расширять наше участие в различных экспертных советах. Еще я хотел, буквально в течение 30 секунд, сказать, что один из конкретных проектов, который мы предлагаем, мы вышли со своей инициативы, мы пытаемся организовать с Московским физико-техническим институтом, а именно сделать что-то, что тоже предлагалось, как виртуальная программа по обучению в данном случае в нанотехнологиях, потому что вот эти четыре профессора, которые там указаны, наверное, вам некоторые знакомы по именам, в разных городах Германии, они ведущие специалисты в своих областях, и они готовы составить такой курс обучения студентов в МФТИ, который будет в том числе очный, то есть эти профессора будут приезжать в МФТИ, читать курсы, лекции и так далее, и студенты будут ездить в Германию, там какой-то короткий срок, 2-3 недели проводить практику в Германии, и какие-то курсы они должны прослушать в Германии на английском языке, потому что нет специалистов в России. Вот, ну и, в общем, вот это последний слайд, который я хотел показать, что, в общем, мы считаем, что, конечно же, представителей диаспоры нужно привлекать, и когда они ассоциированы в некую организацию, которая, в общем-то, совершенно добровольная, существует на совершенно независимой финансовой основе, я думаю, что с такими ассоциациями просто проще разговаривать, потому что вы сразу идете с вопросами не к одному человеку, а к 200 специалистам высочайшего уровня. Спасибо. Спасибо, Игорь Алексеевич Юрчак, факультет антропологии Беркли. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить Европейский университет и фонд династии за организацию этой потрясающей конференции и за приглашение. Я для начала по поводу терминологии диаспоры, соотечественники. Мне кажется, что еще имеет смысл вспомнить, что большое количество иностранцев, которые не являются соотечественниками в социально-культурном или лингвистическом смысле, говорящие по-русски с большим интересом тоже относятся к этой проблеме, и приезжают сюда, и с удовольствием бы преподавали, и продолжают это делать. Поэтому, может быть, не стоит ограничиваться вопросом диаспоры в будущей русской науке. Это гораздо более широкие вопросы. Можно привлекать людей, которые не являются диаспорой. Мне кажется, это важно. Я начну с того, что сделал несколько комментариев по поводу некоторых вещей, которые были размещены на сайте, тезисы. Один из них касался... Несколько тезисов касались университета диаспоры, о чем будет речь немножко позже, я вижу по нашей программе. Мне показалось, что есть некие упоры в наших предыдущих обсуждениях, и вот в этих тезисах на точной науке. И предлагается делать, скажем, научно-технический университет диаспоры. Как уже было сказано, я представитель социальной антропологии. Мне кажется, что это большая проблема, если мы будем делать упор на возрождение определенной науки, скажем, точных областей. Я, кстати, раньше занимался физикой сам, а потом перешел на антропологию. И в ущерб понимания того, что исследовательские университеты на Западе давно пошли по модели создания именно такой holistic scientific picture, где и социальные науки, и гуманитарные, и психологические, и научные, точные, и естественные, все работают в одном большом механизме. И если мы не будем одновременно возрождать, реформировать социальные, психологические, и гуманитарные науки о человеке, то будет огромная проблема и в возрождении точных наук, и в первую очередь будет огромная проблема в демократическом реформировании общества вообще. Философия и социология здесь, пожалуй, отстают еще больше, чем многие области, которые немножко пришли в упадок в точных науках, о чем говорилось раньше, поскольку это отставание очень давнее, уходит корнями, естественно, в советскую историю намного глубже. И здесь надо принимать очень коренные меры. Какие конкретные? Я хотел бы какие-то некоторые идеи предложить. Кое-что мы уже обсуждали. Значит, поскольку мы знаем, что была предложена система грантов государственных, мне кажется, надо ее немножко развить и создать. Очень важно создать гранты, которые позволяют нашим студентам российским ездить на стажировку. Немножко об этом только что говорил, на стажировку в западные университеты. Скажем, к нам в Беркфи приезжают постоянно студенты из СНГ, но обычно они едут либо по Фулбрайту, либо по каким-то другим программам западным. Там нужны гранты российские, которые на конкурсной основе позволяют людям из провинции, из разных университетов ехать. И их там с большим удовольствием принимают. Необходимо, чтобы у них в гранте было написано, что они обязаны брать, скажем, минимум один курс в семестр, писать работу, сдавать экзамены, оцениваться как-то. То есть они должны там находиться не просто на какой-то стажировке, а заниматься. Потом очень важна система постдоков, которая, мне кажется, было бы важно создать систему постдок-грантов для западных аспирантов, приезжающих в Россию. Потому что сейчас многие приезжают сюда на исследования или на стажировку, опять-таки, на западные деньги. Первые пять лет после написания диссертации обычно идет очень интенсивный поиск работы у западного аспиранта или у геоспоричного аспиранта нашего, находящегося там. Часто это все временная работа или ее нету. И постдоки очень важны, не только в точных науках, но и в социальных науках. И они с большим удовольствием многие бы поехали сюда на год, скажем, если была бы нормальная стипендия, предоставлялся какой-то там офис. И можно вписать в условия этого гранта, как это часто делается во многих центрах, университетах на Западе, обязательное преподавание одного курса в год или одного курса в семестр даже. Но любую тему, может быть, на английском языке. Далее, мне кажется, не следует так сильно акцентироваться вот в этих условиях на русский язык. Можно вполне приглашать людей, которые бы читали курсы, скажем, как visiting professor, временный на семестр или на год профессор, занимающийся Латинской Америкой, занимающийся Африкой. Это не надо обязательно, чтобы человек занимался Россией и знал русский язык. Это философы, историки, социологи. Это, опять-таки, отличается от областей математики и физики, и поэтому об этом надо говорить отдельно. И они должны приезжать, так же, как они приезжают в Мюнхен из Нью-Йорка или в Финляндию под боком. Все едут в Хельсинки, почему-то никто не ездит сюда вот так делать. Надо обязательно, чтобы они занимались Россией. Мне кажется, это ошибочный путь. Китай давно уже поэтому пошел. В Китае есть специальная система постдоков, visiting professors. Они очень активно и агрессивно приглашают. Я получил в этом году два приглашения в Пекинский университет поехать летом. Я не поехал, просто не было времени уже организоваться. Может быть, думаю, что в следующем летом поеду. На любую тему можно читать курс. Это up to you. И мне кажется, это очень важно. Далее. Южная Корея тоже самое делает, кстати, в последние 10 лет. Мы уже поднимали вопрос peer review, который называли экспертной оценкой. Я хотел бы, кстати, заметить, что точный перевод был бы независимая, анонимная, экспертная оценка. Это очень важно. То есть нужна система вот такой независимой, анонимной, экспертной оценки. Нужны журналы. Но в социальных науках это очень важно, потому что отставание очень большое. И мне кажется, уже появились некоторые журналы, которые это пытаются делать. Вот тут был представитель UpImperio. Сейчас его не вижу. Журнал, который издается совместно в США и в Казани, в России. Хороший журнал. И там peer review process, вот эта самая экспертная оценка не полностью поставлена еще, но они пытаются ее делать. Мы получаем часто статьи, которые нас просят рецензировать. И журнал Laboratorium, который только что начал издаваться в Петербурге, тоже так пытается. Мне кажется, надо больше делать. И может быть имеет смысл журналы, те, которые имеют большую репутацию здесь, вопросы философии, социологические исследования, постепенно переводить на эти рельсы. Есть люди, которые будут и диаспоры, и хорошо русскоговорящие, зарубежные, не диаспоричные представители, и местные тоже, которые здесь. Чтобы была комиссия из тех и из других. И чтобы в каждой публикации проходила вот такой экспертный анализ. Это занимает 3-4 месяца, но зато после этого получает человек масса количества, большое количество предложений, как статью доработать, что еще прочесть. Это не обязательно означает, что будет либо да, либо нет. То есть это будет очень положительный результат для всех авторов. Далее. Последнее, поскольку времени мало, а насчет литературы. Здесь огромный дефицит литературы мировой. И в первую очередь, конечно, на английском языке, потому что там издается 90% социальных и коммунитарных наук. И практически все немецкие и французские авторы переводятся на английский. И поскольку эту проблему так просто не решить, мне кажется, имело бы смысл создавать научные библиотеки в городах, в Москве и Петербурге. Кое-что такого типа уже есть. Но создавать специальные для того, чтобы они собирали вот эту литературу. Потому что, конечно, в каждом университете ее не собрать. Это дорого, и это просто сложно очень. Но если делать такой центр, который бы отслеживал все новое. И можно договориться с издательствами западными, с университетами. Вот мы говорили с Юрием Слезкиным на прошлой встрече в Рэше на эту тему. Многие западные библиотекари, которые заведуют определенными властями профессора и университеты, а кроме этого издательства и библиотеки, готовы пожертвовать литературу. Или продавать за полцены, или просто отдавать. Но они не знают куда, потому что нету никакой институции, никакого хранилища здесь, которое бы этим регулярно и только бы этим занимался. Были бы специальные люди, которые ездили, занимались бы вот этим. И можно очень быстро собрать большую коллекцию. Это большая проблема сейчас. Потому что книги приходится возить по одной в рюкзаке, что я прекрасно знаю. И вторая, быстренько, насчет журналов. Имеет смысл создавать базу, которая... Сейчас же все журналы переходят на цифровую форму. И есть большие базы, чипы, джейство, мюзы, другие. Подписываться на них тоже как-то универсально, чтобы большое количество университетов потом имело к ним доступ. Чтобы не надо было каждому отдельно подписываться. Дальше, спасибо. Академии наук имени Лебедева, и одновременно моя основная работа в Лондоне, в Imperial College, и я работал пять лет в Америке, уехал из Лондона, и потом вернулся. То есть я в каком-то смысле возвращенец, но не в Россию, а в Англию. И раз уж я это упомянул, каким образом это было сделано, вот те проблемы, с которыми сталкивается Россия, они на самом деле присутствуют даже в очень развитых странах, как Англия или Германия, где ведущих ученых пытаются заманить обратно или вернуть обратно с помощью каких-то дополнительных грантов, либо стипендий, либо позиций и так далее. В той же Германии, чтобы получить значительную должность для немцев, очень важно провести какое-то время за границей. И в идеале, может быть, через 50 лет так же будет в России. Поэтому очень важен опыт молодых людей, выезжающих за границу. И это многократно уже подчеркивалось, поддерживать именно визиты молодых ученых на короткий срок, на длительный срок и стараться заманить их обратно, именно предлагая им хорошие условия работы. Это должен быть один из приоритетов. Это сильно повышает уровень людей, которые читают лекции. Даже если они не занимаются активной работой, их предыдущий опыт, он будет играть кардинальную роль для повышения температуры вообще культурной жизни и научной жизни. У них будет большой опыт. Почему я это подчеркиваю? Мой опыт в Англии показывает, что имеется большая косность в системе высшего образования. Именно те люди, которые никогда не работали в Америке или где-то в другой стране, в Германии, например, они мыслят совершенно иначе. Они считают, что их система лучше, и они ничего не хотят менять. И вот этот консерватизм, он присущ не только Англии, не только России. Это, в общем, общая черта. Мобильность ученых – это один из приоритетов. И плавно переходя к моему собственному опыту и фонду династии, который, собственно, поддерживает две программы. Одна из них в прошлом, а одна существует. Это постдоковская позиция в Империал Колледже. На год объявляется конкурс, отбираются лучшие из тех, кто подает заявки, физики-теоретики. И они приезжают на год в Империал Колледж и имеют возможность взаимодействовать с учеными там и писать статьи и так далее. И условием является возвращение обратное. Им оплачивают еще год дополнительные деньги именно в России. Другая программа, которая была весьма успешной – это короткие визиты молодых ученых. Даже, может быть, студентов, аспирантов на неделю в Лондон, где они выступают с докладом. Им оплачивается опять дорога и проживание. И, опять-таки, они получают большой запас энергии. И если они хотят продолжать сотрудничество, они могут его продолжать по истечению. Другое очень важное направление, опять-таки, поддерживаемое династии – это организация конференций в России. По-моему, это имеет очень важное значение. Продолжается привлекать лучших ученых из диаспоры и, собственно, из России. И спонсировать такие конференции должна не только династия, но и Министерство образования и всевозможные другие фонды. И это должно быть одним из приоритетов. То есть не пытаться все свалить на один фонд, который действительно делает очень важное дело. А вот все эти программы, визиты молодых ученых, может быть, поддоговские позиции и организации конференций – это все могло бы делаться и государству тоже. Здесь уже отмечалась также важность экспертизы. И тут, опять-таки, собственный опыт буквально прошлой недели. Я получил два имейла. Один из Австралии с просьбой написать рецензию на гранты, причем гранты весьма известных ученых. Почему это делается? Австралия, естественно, маленькая страна, маленький рынок научный. Но они заинтересованы именно в том, чтобы поддерживать, не пытаться вариться в собственном соку, а именно поддерживать лучших ученых. И спрашивают они мнение про этих ученых, которым, может быть, это тоже неприятно, потому что они в каком-то смысле определяют политику научную в самой Австралии. Тем не менее, про них спрашивают с указанием их зарплаты, с указанием их публикаций и так далее, ученых из Англии, из Америки, чтобы получить непредвзятое представление о том, что они из себя представляют, что они делали за последние пять лет и так далее. Другой пример – Греция. Профессорская позиция в Греции. И один из известных ученых, который работал в Америке, он претендует на эту позицию. Значит, кого первая естественная мысль, что как такие вопросы решаются, ну, внутри университета решают, что да, ему нужно сделать промоушн. Или они могут спросить греческую, так называемую, мафию за границей, в Европе и узнать, что они про это думают. А нет, так делалось действительно 10 лет назад, сейчас они пытаются делать это независимым образом, высылают вопросы в Англию, в Америку и так далее. То есть это показывает, что есть некие универсальные правила игры и не нужно изобретать велосипед. И опять-таки не нужно молиться на некоторых странах, где может быть система тоже отнюдь не идеальная. Пример – та же самая Англия. Вот у меня есть американский опыт и есть английский опыт. Я хорошо могу сравнить обе системы и формы подачи на грант или формы рецензии грант. В Англии ее пишут чиновники, это сразу видно, тысячи пунктов бессмысленных, повторения одного и того же. И попытка их изменить наталкивается на глухое сопротивление. В Америке, в ДОИ, НСФ очень часто сидят люди, которые раньше занимались наукой или даже может быть продолжают заниматься. Там эти формы гораздо более разумны и понятно, с кем имеешь дело. То есть, в этом смысле министерство не должно противодействовать попытке ученых помочь в этом смысле. И, конечно, это очень сложная задача, потому что наука большая. Я говорю про теоретическую физику или математику – это ничто. Есть биология, медицина и так далее, и так далее, и так далее. И есть оборудование, и масса подробностей. Но, тем не менее, есть наша диаспора, это тысячи людей, это не 250, занимающиеся только отдельными конкретными теоретической физикой или нанотехнологией, или био. Это очень большой коллектив. И тут наверняка есть коллективный разум, который нужно пытаться полностью использовать. Как это сделать, это в наших силах понять. Может быть, на следующей конференции или через одну. Но, наверное, прогресс возможен. Последнее, самое последнее замечание, опять-таки, про менеджмент. Вот, менеджмент, как управляются университеты, как управляется наука. Я знаю, есть одна компания, МТС, мобильные телефоны. Кто там занимается связью с инвесторами, public relations и финансовыми делами. Люди, либо американцы, либо, получившие образование в Америке, российские граждане, которые повернулись обратно. Почему? Ну, по понятной причине. Или возьмем маленький банк, организованный, может быть, некоторое время назад, на не очень понятный капитал. Кто там работает? Родственники, знакомые? И как там производится промоушен? Не очень понятно, как. То есть, это вопрос о том, если пытаться достичь эффективности, может быть, не нужно бояться западного опыта, не нужно бояться приглашать даже западных ученых, как экспертов, не обязательно русскоязычных. И не обязательно создавать вот тоже кланы, там, русскоязычные ученые и противоставлять их всем остальным. Это было уже тоже отмечено, но мне кажется, это важный пункт тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Александр Белавин, Институт теоретической физики имени... Нет, не пропустил. Аркадий Цетлин, Александр Белавин, потом Екатерина Провилова, потом Андрей Славнов. Александр Белавин, Институт теоретической физики имени Ландау. Неизбежно. Я буду, наверное, повторять некоторые пункты. Вот я начну с критики, которая уже высказывалась по части форм для заявки на федеральные целью программы, в которой нам приходилось принимать участие. Вот, да, значит, ну, каштянская сложность, и явно, ну, и нам Сергей Владимирович объяснил, что как составлялись эти формы, составлялись сотрудниками их министерства, а потом советовались, а не оценивались сотрудниками другого министерства. То есть, почему бы действительно не посоветоваться с сотрудниками институтов. И вот еще один пункт, это завышенный, конечно, роль цены проекта. То есть, у меня говорили, что если взять скромно, скромно оценить стоимость проекта, сто тысяч, мне кажется, то, не имея никаких вообще результатов научных, ты получаешь наверняка грант. Вот. Теперь, и вообще это сложно, это ужасно, что столько времени приходится на это тратить. Ужасно, минусом является то, что ты должен расписать какую-то работу там, на таком-то этапе, должен сделать. Но ведь всякий, кто занимается наукой, понимает, что наука так не делается. Вот. Есть пример такой, который мне нравится. Вот. Многократно упомянутый фонд династии. Я надеюсь, что это многократное упоминание не принесет ему вреда. Поддерживает, скажем, дает студенту, вот в течение, я не знаю, большого количества лет, наши студенты, аспиранты получают стипендию дополнительную, то есть, что они получают на физтехе и в институте, там еще что-то. Вот фонда династии. Как это делается? Научный руководитель получает, может быть, еще кто-то, кроме научного руководителя, получает вопрос оценить данного, то, как работает данный студент. И это делается очень неформально, очень быстро, и на самом деле, мне кажется, что это правильно. Именно так делать. В одном из предложений было предложение, по-моему, в нескольких местах были предложения о мини-разной форме привлечения людей, которые живут за границей. Это одноразовые лекции, это постоянно делается, скажем, в независимом университете, мини-курсы. И вот я знаю о том, что с мини-курсами Фиан приезжали Заремба, Аркадий, Фейтлин. И это тоже поддерживалось фондом династии. Это очень эффективно, интересная, единственная реклама, только достаточно маленькая, потому что это могло принести пользу большему количеству студентов в Москве. Вот, а теперь привлекая усилия для возвращения, привлечения диаспоры, диаспоры учёных, которые находятся там, неплохо было бы не забывать об учёных, которые находятся здесь. И вот я поддерживаю то, что говорили Камулов. В общем, я не являюсь сторонником советской власти, но мне кажется, правильно, совершенно более, совершенно необходимым, чтобы система была 175 рублей МНС и 250 СНС. А там уже талантливым, сильным и интересным проектом, пожалуйста, можно ещё гранты какие-то. Но необходимо, чтобы был минимум для выживания. Это призыв. Я понимаю, что ни один частный фонд не справится с этим, но этот призыв бесполезный наверняка. Государству нельзя, чтобы люди, занимающиеся наукой, преподаванием, получали 4 тысячи в месяц или 10 тысяч в месяц. 15-15 – это уже слишком хорошо, о которых говорилось в МГУ. Вот, предполагая, так я понимаю, и государство озаботилось, видимо, какое-то время назад, возвращением учёных оттуда почему-то, неплохо было бы неплохо было бы вот возвратить тех некоторое время назад в институтах Академии наук сотрудники, которые занимали научные сотрудники, которые занимали постоянные позиции за рубежом, и вообще проводили больше, по-моему, половины, больше, чем шесть месяцев за рубежом, под давлением начальства, я не знаю, какого, академического или Министерства науки институты сократили таких людей. Это ужасные, на самом деле, меры. Мало того, что она обидела людей, которые вот в нашем институте, скажем, работали долгие годы, но это как раз торпедирует замысел возвращения, потому что эта обида препятствует, мешает этим людям просто приезжать, даже если их могли позвать. Поэтому хорошо было бы их восстановить, правда, вот мне Анатолий Массеевич сказал, что он слышал такой слух, что, может быть, это уже вот-вот произойдет. Вопрос у меня еще по поводу привлечения ученых в вузы. А почему, собственно, ученые из-за рубежа только, и ученые из Москвы могут ехать в Питер, из Питера в Москву? Почему ученый не может преподавать, привлечен к работе в вузы? Это вообще ужасно. Вот я помню Александр Поляков, который не только является выдающимся ученым, но является выдающимся лектором, профессором. Он, я помню, как я удивлялся, в 70-е годы он не был привлечен привлечен к работе, к преподаванию ни на физтехе, ни в МИФИ. Потом, кажется, только Петровский университет его некоторое время привлекал. Домой мы должны быть и такие, и такие тоже программы. А, да, вот очень важно об экспертизе. Вот у меня есть бумага, которая написана была Мишей Фигельманом, который, к сожалению, не смог приехать, поскольку у нас сейчас в институте, в нашем институте Ландао происходит ежегодное Ландао-дни. Ландао-дни это, поскольку больше, чем половина сотрудников нашего института работает где-то, в Америке, в Европе, то конференция, которая происходит в конец учебного, концом учебного года перед последним ученым советом, который бывает последняя пятница июня, собирается эта конференция трехдневная и идея заключается в том, что все сотрудники в идеале института бы туда приезжали. Что и происходило. Правда, сейчас как-то это все происходит все более вяло и вяло. Так вот, поэтому Фигельман не смог приехать и я скажу, что он написал одно из мест просто зачитай по поводу экспертизы. Для создания его предложения для создания отсутствующей ныне в России системы научной экспертизы развернут общественный проект Корпус Экспертов, финансируемый ныне фондом Династия, а на начальном этапе получивший небольшой грант от РАОИС. Все данные о проекте представлены в эксперт корпус.ру Вкратце, к настоящему времени собран путем опроса выборщиков. Выборщики были сотни высокоцитированных ученых, естественно, не только в России. Экспертный корпус из около 250 русскоязычных специалистов по физике, большей части, и по молекулярно-клеточной биологии. Идет работа по расширению корпуса на другие естественные науки. Более четверти членов корпуса ученые российского происхождения, постоянно работающие за рубежом. Можно их привлекать. Профессор Белайон хотел, чтобы Сергей Владимирович узнал, что есть сайт корпус экспертов.ру Вы узнали. Большое спасибо. Екатерина Провилова, исторический факультет Принцентский университет. Спасибо. Я представляю здесь гуманитарное меньшинство, поэтому продолжу отчасти то, что уже Алексей Юрчак начал говорить. Очень грустно, что постановление правительства о приглашении ведущих ученых, историки, философы, филологи, антропологи, археологи не упомянуты. Это наводит на мысль, что, конечно, диаспора в этой области значительно меньше, меньше историков, русских историков за рубежом, или археологов, или антропологов. А другая идея, можно предположить, что правительство или среда научная считает, что с гуманитарными науками в России все в порядке. Я не беру сказать, потому что я 8 лет проработала в Академии наук, и только 4 года в Принстоне, из которых год провела на Собатского в России. Я не могу сказать, конечно, что история в России, историческая наука в плаченном состоянии, это неправда, потому что все, что я научился, я научился в основном в Академии наук, соучителя. Но, что правда, это то, что она находится в жуткой и всего увеличивающейся изоляции. Вот пару дней назад в этом зале была замечательная конференция, организованная институтом, в котором я работал, Институт истории академии, наук, европейским университетом и университетом Радгерса. Приехали американские ученые, в том числе русские ученые, живущие, работающие в Америке, в Израиле, и, соответственно, наша русская часть. Главное впечатление от этой конференции, я не буду говорить, о чем она была, было в том, что мы говорили на русском языке, причем это был рабочий язык конференции, американцы говорили по-русски, но при этом говорили абсолютно на разных языках. То есть, мы друг друга не понимали. и американские участники вышли совершенно ошарашены вот этой глубиной и растущей глубиной непонимания. Язык, ну, концептуальный в основном язык. Мы не говорили, не понимали о чем, то есть, две стороны не понимали о чем вообще идет речь. И, конечно, это очень грустно. И эту изоляцию надо, она сказывается, как уже говорилось, на очень низком индексировании, о том, что аспиранты не приезжают в американские университеты. Вот в этом году я была в комиссии по приеме аспирантов 400 заявок. Одна из России, одна из Белоруссии. Русские аспиранты могли бы конкурировать. Или могли бы, если бы правительство могло дать какие-то деньги, как, например, приезжают турецкие студенты, аспиранты, поступать в аспирантуру. Они идут вне конкурса, потому что, пройдя какой-то конкурс у себя на родине, они получают стипендию и едут учиться в западный университет и затем возвращаются. Почему изоляция страшна? Изоляция в естественных науках, она стратегически опасна. Изоляция в гуманитарных науках приводит к идеологическим, конечно, перекосам. Начинается с самолюбования, мифотворчества. Мы смотрим в зеркало и думаем, что, как один из участников той помянутой конференции, сказал, вы не думайте, господа американцы, что вы знаете Россию лучше, чем мы. Мы знаем всегда лучше русскую историю и так далее. Это, конечно, довольно грустно. Экономика тоже наверняка, и, я думаю, антропологию, и филологию, и так далее, и так далее. Это грустно, потому что в результате русские историки, какие имена знают на Западе, Гуревич, Бахтин, Лотман, то есть те, кто работали в 60-е годы, те, кто занимались не русскими исследованиями. Что может сделать диаспора? Я думаю, что диаспора в этом смысле очень полезна. Ну, и вообще возникает вопрос, нужна ли она. Ну, вы знаете, что историки в основном отличают математиков и биологов, они пишут книжки. Вот книжка Алексея переводится на русский язык, да? Обе книжки Юрия Слёскина уже переведены на русский язык, написанные по-английски. То есть книги американских учёных, русских учёных, живущих за рубежом, переводятся так же, как переводится в основном вся словистика. Это значит то, что они востребованы, они должны читаться. И диаспора может в этом смысле говорить на языке не только просто на русском языке, а на вот том понятном, концептуальном тоже языке, и помогать там русским студентам и аспирантам его осваивать. О формах контактов. Мы будем ещё говорить о университете диаспоры. в тезисах несколько раз было упомянуто, упомянут пример Institute for Advanced Studies в Принстоне, как такой вот институт, куда приезжают учёные на год или на полгода проводить свою саббатику и писать книги как историки или делать какие-то проекты как математики. И, честно говоря, поскольку я живу в Принстоне, я познакомилась в этом году с русскими математиками, которые приезжают туда. Почему бы им не приехать в Россию, если когда-либо появятся какие-то средства на создание такого института в Москве, Петербурге, где-либо? Это можно было бы сделать. Особенно для junior faculty, такие как я, люди, которые не могут потратить время на саббатику, на преподавание. То есть, очень хотелось бы, может быть, в следующем раз я бы сделала. Вот у меня в этом году саббатику, я должна написать книгу, потому что у меня текают часы. И замечательное спасибо вам, Российская экономическая школа, меня приютило. Поэтому на этот год я провожу... Деньги даются Принцовским университетам и Американским фондам АСИЛС, а РЭШ приютило в нем, что очень тяжело быть бездомной. Россия – это наш филд, мы здесь работаем, мы собираем материалы, пишем здесь книги, но не хочется быть в изоляции. И ученым нужен офис, и нужна среда, в которой находиться. И еще раз, это просто бесценно. Честно говоря, это бесценно. Я надеюсь, что РЭШ тоже не будет разочарован, что приютили историка. То есть, вот эта форма, просто научный поязык на год, я думаю, что очень оправдана. Конечно, должна существовать образовательная составляющая, иначе это все бессмысленно. Существуют летние школы, я думаю, что это тоже можно развивать. Мы будем говорить об университете, и там для гуманитарных наук существуют определенные специфические проблемы, например, проблема рекрутинга. Но поскольку у меня осталась одна минута, я хочу сказать одну мысль, которая меня, честно говоря, очень сильно беспокоит. Мы в первые полные дня сегодня все время говорили о том, что не надо надеяться, что люди вернутся. Но мне кажется, что не надо закрывать эту возможность. И вот эта программа четырех месяцев в году не компенсирует тэнью. Если человек хочет вернуться, надо создать такую программу, чтобы был конкурс или была возможность приехать и остаться. Потому что, когда человек лишается тэнью, он должен сделать вот такой, главное, теряется стабильность. Вот если есть возможность предложить стабильность, а не такую виртуальную, какую-то, пятилетнюю, или скольки-то летнюю программу, это было бы просто здорово. Конечно, их будет мало, но нельзя это исключать. Спасибо. Спасибо. Сейчас, секундочку, у Сергея было 20 экономических секунд. Да, у меня ровно 20 секунд. Опять-таки, выступая неделю назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме, президент Медведев сказал, что Россия будет посылать своих студентов учиться за границу и платить за это деньги. И там есть действительно целая инициатива, разработанная выпускниками западных вузов и Российской экономической школы, где посчитаны деньги, которые нужны. Вот президент в своей речи сказал, что это для России будет приоритетом, поэтому будем надеяться, что это тоже будет реализовано. Спасибо. Позвольте, я добавлю, тема несколько раз возникала. Сейчас есть возможности, и они активно используются для направления студентов учиться гранты президента. Спасибо. Значит, у нас под последней части на круглого стола Андрей Славнов, Математический институт имени Стеклова. Я специалист по теоретической физике, поэтому то, что я буду говорить, в основном относится к теоретической физике и математике. Но, с другой стороны, я вообще-то 20 лет заведую кафедрой теоретической физики на физическом факультете Московского университета, и примерно такой же срок заведую отделом теоретической физики в математическом институте имени Стеклова. Поэтому проблемы образования и науки я знаю не понаслышке. И в том числе кое-что знаю и о биологии и химии. Практически ничего не знаю о гуманитарных науках, поэтому не буду их затрагивать. Ну вот, я думаю, что здесь много очень звучало хороших, интересных предложений, но мне кажется, что все-таки в нашей дискуссии надо исходить из некоторых реалий, из того, что есть реальность сейчас, и что реально в ближайшем будущем. Ну вот здесь, например, была бурная дискуссия по поводу того, какой язык использовать, надо ли публиковаться на русском, на английском. Я лично за то, что публиковаться на английском, английский язык, язык науки, все вредно, но нельзя закрывать глаза на то, что многие ученые, причем хорошие ученые, и не только старшего возраста, но и молодые, плохо знают английский. И поэтому они просто не могут написать статью по-английски. И причем это относится не только к физикам и математикам, это относится, поверьте мне, и к биологам, и к химикам. Ну, не надо. Я знаю, я в университете побольше вас, и знаю, что это такое. Вот. Но неважно. Значит, я хочу, давайте вот, я хочу подвести итог, что такое, во-первых, диаспора. Вот какие, из каких реалий надо исходить здесь. Во-первых, ясно, что диаспора сейчас включает большую часть активных, активно работающих ученых. Это факт. Во-вторых, вероятность того, что кто-то из них, что существенное возвращение будет в данный момент, практически равна нулю. Кто-то один вернется, двое вернутся. Вот есть у нас такие примеры, но не надо на это рассчитывать. Третье. Ну, вот как сам факт этой конференции, и вообще, действительно, у многих членов российской диаспоры существует стремление искренне помочь российской науки. Это тоже надо, конечно, иметь в виду. Вот. И в этой связи вот возникает вопрос, а что же все-таки реально в сложившихся условиях российская диаспора может сделать для российской науки? Ну, вот я думаю, что тут было много предложений, которые были связаны с тем, что появится возможность приглашать там кого-то, аспирантов, или постдоков, или еще. Все это связано с дополнительным финансированием. Основная болезнь российской науки и образования это хроническое недофинансирование. И это надо иметь в виду. И вряд ли есть серьезные основания ожидать, что в ближайшие годы оно будет увеличено. Я могу сказать, что, например, финансирование Академии наук в этом году на уровне 2008 года, а в 2009 году было ниже. Так что никаких тут блестящих перспектив не чувствуется. Вот. С другой стороны, все-таки, что же может сделать диаспора? Все-таки какие-то деньги на науку выделяются. И, на мой взгляд, они далеко не всегда расходуются правильным образом. А что значит правильным образом? Я думаю, что те... Об этом уже речь шла, многие выступающие об этом говорили, что проекты, которые финансируются, ну, в частности, вот по линии Министерства образования, Министерства науки, вот, они должны проходить квалифицированную экспертизу. И к этой экспертизе должны привлекаться действительно члены научного сообщества. Ну, прежде всего, я считаю, что наиболее авторитетной организацией все-таки является Академия наук. И я вполне понимаю критику, которая в ее адрес разносится, но назовите мне другую организацию, которая, так сказать, обладала бы таким весом научным и, в общем, умением решать проблемы. Ну, никто, кстати, не сказал, но по всем данным западных сайтов Академия наук, но, по крайней мере, в области физики принадлежит больше 50% публикаций с учетом индекса цитирования и прочее. При этом финансирование Академии наук гораздо ниже, конечно. Вот. Ну, значит, я думаю, что вот к этому надо привлекать специалистов Академии наук, специалистов ведущих университетов и представителей диаспоры. Мне кажется, вот только само научное сообщество может определить реально, какие проекты следует финансировать. Ну, могут, конечно, спросить, а вот как же нам, а кто же будет определять все-таки состав экспертов? Я думаю, что на самом деле реальной проблемы нет, потому что по Гамбургскому счету все знают, кто есть кто. И вот есть, скажем, пример Российский фонд фундаментальных исследований, и на мой взгляд, это единственный фонд, который действительно организует хорошую экспертизу. Там есть недостатки в работе, но где их нет? Ну, где их нет? Назовите что-то лучшее, я не знаю. Вот, и работают там вовсе не обязательно члены Академии, а люди работающие в институтах Академии. И они, в общем, но к сожалению, опять-таки, вот об этом вопрос не прозвучал, финансирование гранта этих Российского фонда фундаментальных исследований в прошлом году было срезано на 30%, и ожидается, что и в этом году будет такой же секвестр. так что, к сожалению, вот то, что мы реально наблюдаем, вовсе не внушает оптимизма. Но, тем не менее, я думаю, создание вот такого хорошего экспертного совета очень нужно. И это, по-моему, звучало во многих выступлениях. Вот, теперь тут звучали еще предложения о том, что стоит образовать нечто вроде института и дванстаде, ну, или какие-то организовывать там годичные, двухгодичные приезды ученых и так далее. Я лично думаю, что это будет, не будет иметь положительного влияния. Я могу сослаться на собственный опыт. Значит, для чего может создаваться такой институт? Во-первых, для того, чтобы обучать студентов. Ну, по моему мнению, в ведущих университетах процесс обучения сейчас еще достаточно на высоте. Качество выпускников падает, я абсолютно согласен, но не потому, что их не учат, а потому, что с них не спрашивают. Хороших студентов примерно осталось столько же. Я могу просто по собственному опыту сказать. И то, что они действительно хорошие, я могу сказать, что выпускники моей кафедры и мои личные ученики работают и в Принстоне, и в Берпли, и в Утрихте, и в Лондоне, всюду. И их с удовольствием берут там. Так что хороших студентов число не уменьшилось. Но, действительно, так сказать, средний студент стал хуже, потому, что с него не спрашивает никто. Ну, а кто с него будет спрашивать, если вот, как здесь уже говорилось, я могу подтвердить, молодой кандидат наук у меня на кафедре получает 15 тысяч. Вы знаете, что в Москве найти человека на... Нет. Значит, ну, я могу сказать, что я, как заведующий кафедры, получал полторы тысячи. Вот год назад произошла реформа и теперь стали платить больше. Сейчас я получаю 11 тысяч, могу сообщить. Как заведующий кафедры. Я читаю лекции и реально заведую кафедры. Ну, вот видите, в вашем университете. Вот я повторяю, в московском университете ситуация именно такова. Вот. Поэтому, да, а вот по поводу того, что если не учить, а, значит, работать с студентами, ну, с аспирантами, со студентами, то, значит, у меня опять же есть личный опыт. Вот 10 лет назад еще на мою кафедру окончали, скажем, сколько там, человек 12 студентов, а у меня были предложения отряда ведущих американских университетов, пожалуйста, присылать кого угодно в аспирантуру. Вот ваши рекомендации мы примем. Я никогда это не сказал о студентах, но никто не уезжал. Они кончали аспирантуру в Москве, но потом действительно разъезжались. Так вот теперь, я могу вам сказать, это уже лет 8, теперь они уже поняли, что гораздо легче устроиться, получить пост долга или там теньюр, если они окончат аспирантуру за рубежом, а не здесь. И поэтому они уезжают сразу же. Аспирантуру уже хороших студентов не заманишь. Это надо иметь в виду. Вот поэтому я против этого предложения. Ну а резюмирую, хочу еще раз повторить, поскольку время мое кончено, что я считаю, что вот реальная роль диаспоры на сегодняшнем этапе может состоять именно вот в таком, в экспертизе. И не только, конечно, диаспоры, в этой экспертизе должны участвовать и члены научного сообщества России. Все. Спасибо. Большое спасибо.